всем привет снова записываю наконец-таки последние из тех что остались до самодельных скетчбук так тут обмножечко и сразу скажу что он довольно тупой я не знаю скучный не интересный ну что я пересмотрела до этого и что-то как-то в общем ладно не буду долго затягивать и опять начинаю хрипеть так обмножечко на тут из моих только вот эта наклейка в смысле из отрисованных хотя на самом деле это сцена коровы из финиса и ферба не и просто перерисовалась там вы не видите написано когда начинала когда начала когда закончила на самом деле я его купила еще в лондоне и первую страницу его нарисовала собственно сразу купила а потом как-то забросила это дело у меня были еще самодельные которые с переплетом все такое все серьезно я на него забила как-то и к тому же когда нарисовала первую страницу мне бумага не очень понравилась текстура у меня тогда не было ни фломастеров не линеров ничего такого что в принципе нормально ложится на эту бумагу у меня были только карандаши и они такие ну текстурка в общем понятно они просто не очень хорошо ложатся на эту бумагу вот поэтому я его забросила и снова начала рисовать только опять таки как тут написано 10 октября я закончила 31 декабря где-то два с половиной месяца в итоге тут опять такие были такие времена когда я забивала и не рисовала именно тут а просто в сборниках бумаги че поэтому так это собственно первая страница которая совсем 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 старая это типокалибр но не похоже это вот как раз времена были веселые тут очень очень много вот этих халявно скетчей я собственно и устраивала где-то в октябре получается вот пачками рисовала так что вот все эти пачки вот тут что опять таки просто будет довольно скучно потому что я это все сканировала и выкладывала возможно все уже видели да тут собственно я купила себе фломастеры после того как попробовала у кристины порисовать тут в принципе вот неплохое сочетание на этой бумаге да и вообще цветных карандашей фломастеров то есть фломастера дают какой-то более четкий контур а карандаши дают мягкие оттенки пастельные такси это все-все-все халява когда не будет халявы я уже скажу андуил доктор который не очень доктор да и мне кристина хотела убить за то что я так много рисую людей у нас был такой типа девиз скажи нет людям и скоро я скажу на время ну что ей пообещал я надела кучу скетчбуков и буду рисовать фон вот так что тут я попал попробовать перспективу но немножко что-то тут явно за фейлина и тут я снова что-то я не могу выговорить в общем хрен знает какие удачные неудачные попытки но я пытался не особо заморачиваюсь но пыталась тут все падает креслицы вроде неплохие тоже халява это подарок насти ей на день рождения это у нас тома то тут этот томас и нет как то не это эти чуть-чуть че за звуки в общем чуваки из бегущего моберинти тут блин вот насколько я люблю смеяться иногда над своими скетчами над рисунками вообще над всем на чем можно смеяться вот тут значит нарисовала никаких мыслей закончила смотрю я смеялась где-то четыре минуты наверно ухахаталась просто потому что чего думаете я подумала думаете я подумал отлично а может за руки возьмемся попович это я думаю все смотрели меня вынесло просто игры на четыре минуты а может за руки возьмемся снова ассасины и снова ассасины как-то практически не люди тут костюмчики просто на невидимых манекенах без лица ассасины ну тут кстати я не знаю тут получается фломастер сильнее выбивается чем карандаш и по идее он должен быть чуть-чуть вот ярче не знаю тут прям ядрен и карандаша даже не видно тут я не буду переворачивать потому что забываю как в общем чтоб остальные потом было нормально видно и не буду поворачивать это вообще был очень классный парень в автобусе и он выглядит совсем не так просто я наскетчила совсем совсем приблизительный образ чтобы чисто его запомнить потому что я помню как он выглядит до сих пор вот он был очень классный снова халява это мои ребята тоже опять таки я не знаю мне на самом деле не очень-то и нравится работы тут ну принципе ли ровни поход ну что просто фломбики опять такие чистые из-за бумаги как-то и не очень вот снова мои ребята и снова мои ребята горячие штучки пойдем дальше хотя это так подогреть сковородки чего несу это собственно по моему чуть-чуть позже хамуина было дело то есть я сначала нарисовала собственно типа костюмы для на или его ему и их нарисовала сначала собственно прямо 31 октября а потом на скетчу вопрос так вот это вот это вообще троиц юлей на которой она видимо забила и ничего не получу поэтому нарисую все сама пошли дальше это троиц саши из которой мы устраивали стрим по маму на 4 часа рекордик маленький на ее персонаж и кота слизень это кота слизень собственно это я практически нарисовала то что хотела от юли собственно я уже сделала это и ты троиды ассасины просто мне показалось очень милом если бы федерико был живой и они бы вместе бегали на задание тут как бы отдохнуть в сене которая даже на сено не похожи какие-то хреновые почерпушки попытки по моему с фотографией такие быстренькие скетчи уже непонятно не больше нарисовано но я просто не очень старалась так что тут я начала использовать тушь но отключилась а тут начала использовать уши все опять-таки очень криво ноги нормана ноги каролины все очень плохо но пускай будет кто-то от балды писал словечки очень карелым шрифтом это собственно первый по моему первый до первые скетчи на типа на конкурс на в принципе анализовано это как-то просто так вот для того чувака из германии с которым мы типа кари фаны но иногда не общаемся просто вот у него прикольный ребят это собственно тоже для него сидела пока ждала пока мама пойдет и купит все что ей нужно магазине в ашане сама если честно я вообще не могу заходить в ашаны и все эти гипермаркеты да потому что мне становится жутко хреново то есть я помню полна такая ситуация в питере когда мы с мамой ждали деваху которая должна была принести голову от шарнирки которая у меня собственно единственное что у меня есть на данный момент из шарнирок это голова вот и мы пока ее ждали решили зайти собственно гипермаркет который был неподалеку мне было жутко плохо потому что там пахнет там же все по напиханной порошки и резина и еда и это все такое яркое это всего так много в общем не тошнит начинает поэтому я сидела и рисовала вот это место из того чтобы идти с мамой ну что я не могу вот идем дальше я говорю мне просто очень много чего тут не нравится данте клевый в данте на и как сюда не смогла совсем типа имперская троица но они какие-то не не в тот стиль то есть как бы одежда в принципе это такая но может из-за того что в кармдаше сделаны не не выглядит правильно это девахи которые у меня вообще есть на данный момент из персонажей и они на себя не похожи тут опять у нее анимешные носа глаза и в общем пойдем дальше опять таки скетчи которые мне теперь совсем не нравится хотя в принципе эти леса я рисую сейчас по-моему так же но мне это все не нравится абсолютно это времена какого-то легкого депрессника когда опять-таки мне было сложно идти на учебу я много пропускала хотя сейчас я пропускаю намного больше вот я просто вместо того я как бы ехала на учебу но в итоге сидела в кафе рядом и рисовала вот такие очень веселые штуки и надеюсь видно будет что именно тут нарисовано но вот это вот очень миленько вот это вот все очень миленько и вот это тоже и тут мой фотик перестал записывать я уже думала он такой молодец осталось совсем чуть-чуть блин ну ладно тут просто реально две страницы обломали вообще по полной вот это тоже всякие новогодние порисули лаем с собакой которая совсем не похожа на корги блин просто я не смогла найти и рефы с ней чтобы они сидели в общем не смогла да и стандартный уже традиционный скетч со мной и данты вот я потом собственно и 31 по-моему тоже нарисовала себя и данты хотя они были жутко косячные совсем мне не нравились но и и последняя страница тоже была нарисована 31 декабря типа все чуваки которые мне нравились в течение года собственно там мания сидомания я бы сказала выпала на первую половину где-то потом снова были были снова данте хотя он принципе и весь год весь год весь божий год да и где-то летом наверное или я уже не помню когда был даусин когда икра вышла я смотрела прошедение как всегда очень все скучно жутко скучно вот зато я рада и мне осталось тогда записать еще два скетчбука которые уже самодельные и там все намного интересней и они мне очень нравится как все там вышло и все такое и и я сегодня буквально начала уже третий вот и типа засняла процесс рисование скетчей на первой странице но я не знаю как там получится редактировать может вот так что спасибо что смотрели это было очень скучно и и до следующего видео опять-таки пишите комментарии если хотите да конечно всем пока